Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Ивова. Читаем мой перевод для библейского портала Экзегет. Я даю небольшие комментарии. В восьмой главе у нас еще один из друзей Ивы, Билдад, ему сказал, слушай, все у тебя будет хорошо, нам только на Бог надеяться. Потому что вот нечестивый и дальше длинный-длинный такой яркий образ про то, как они погибают, как тростник без воды, как растение, которое засыхает, прежде чем успеет подняться. Ну, с таким намеком, что, может быть, раз ты засох, то и у тебя какие-то грешочки водятся. Но, в конце концов, Билдад пока еще, друзья, очень доброжелательны и позитивны в целом. Хоть с намеком, но в целом позитивны. Что вот все еще он, Бог, вернет устам твоим смех, твои гортани крик ликования. Иов не спорит, в отличие от того, как отвечает Элефазу. Его увлекла эта мысль о величии Божьем. Он на нее, он согласен с ней, но она приводит его к другим выводам. Он на нее не возражает, он возражает на то, что из нее следует. Так отвечал Иов. Воистину, я знаю, это так. О, согласился. Редко с ним бывает, когда он с друзьями соглашается. Но как человеку пред Богом оправдаться? Если кто с ним вздумает судиться, ни на один из тысячи вопросов не ответит. Будь то мудрый, будь могучий. Кто уцелеет, если воспротивится Богу? Смотрите, друзья ему говорят, вот только что Билдад сказал, будь на правильной стороне, будь хорошим и будь послушным Богу, и Бог тебе все вернет. А Иов говорит, а спорить-то с ним как? Вот ты говоришь, будь на праведной стороне. А в чем эта праведность? Если я считаю, что я праведен, если я ничего плохого не делаю, а он меня счел грешником, как я ему это докажу? Вот для такой религиозности Билдада или Фазы и вообще друзей, Шух, там еще есть третий, вот будь хорошим и все само получится. А для Иов этого недостаточно. Он хочет с Богом вступать в диалог, причем равноправный, причем иногда он хочет переубедить Бога, как интересно. И дальше он говорит о величии Бога. Никому не узнать, как он двигает горы, как ворочает их в гневе. Он колеблет и смещает землю, потрясает ее основания. Он прикажет, и солнце не встанет. Он на звезды налагает печать. Он один расстилает небеса и попирает хребты морей. Он сотворил медведицу, орион, плеяды и южные палаты. Это разные звезды. Южные палаты, мы даже не знаем, что это такое. Дела его велики и непостижимы, не счесть его чудес. Гимн Богу прекрасный. Во многих местах Библии мы такой находим. Бог велик, Бог творит чудесные дела. Как же это здорово, как это великолепно. Он пройдет рядом, а я и не увижу. Поступи его, я не услышу. Он отнимет, никто не вернет. Никто ему не скажет, стой, что делаешь. Бог в огневе не остановится. И служители Рахава пред ним склонятся. Как же я тогда ему отвечу? Какие слова для него подберу? Да, все так, говорит Иов, он велик и прекрасен и могуч. Но я-то ему ничего не отвечу. Я даже не замечу, не пойму, как это происходит с моей жизнью. С моей жизнью происходят какие-то странные вещи. Он там плеяды создает, звездные созвездия. А в моей жизни это полный ужас наступает. Я даже не понимаю, почему и как. То есть это величие, оно меня скорее страшит. Оно показывает мне, что я никто, что я не могу никак ни на что надеяться. Вот смотрите, для людей, которые, друзья Иова, для которых Бог, это скорее некая абстрактная идея, вот говорить о нем легко и приятно. А для Иова это вот реальность его повседневности. Это что-то такое, это кто-то такой, с кем он вступает в отношения. И в этих отношениях он остро чувствует свою беспомощность. Это его и ужасает. Он отнимет, никто не вернет, никто ему не скажет, стой, что делаешь. Бог во гневе, не остановятся служители Рахава, пред ним склонятся. Рахав, ну какая-то тоже морская гадость, какое-то чудище, которому они поклоняются. И получается Иов тоже на их стороне, в их положении, не потому что они ему нравятся, а потому что он такой же беспомощный. Как же я тогда ему отвечу, какие слова для него подберу? Пусть я прав, но мне не ответить, могу лишь молить о справедливости. То есть он считает себя правым пред Богом, он готов это доказать, но он понимает, что не получится, и это ужасно. Доказать свою правоту. Те-то, друзья, даже не пытаются. У них готовая богословская схема. Даже если он на зов мой ответит, не верю, что станет меня слушать. Налетел он на меня, словно вихрь, без вины множит мои раны, не дает перевести дух, горечью переполняет меня. Мирится ли силой с ним, с могучим? Судится ли, но как его на суд вызвать? Пусть я прав, обвинит меня собственный язык, пусть не порочен, он извратит мое дело. Неравенство. Иова очень мучает неравенство. Он говорит, Бог должен быть таким, как я, чтобы мне не было страшно с ним разговаривать. А он не такой, что я могу с этим поделать. Я ничего не докажу, ничего не объясню. Даже на суд его вызвать не смогу. Нам кажется, это дерзким, богохульным. Друзьям тоже казалось. А дальше он делает сильное заявление. Непорочен я, но что мне до того, если жизнь опротивила? То есть, да, непорочность должна приносить плоды, но не приносит. А, все едино. Вот что скажу. И непорочных он губит, и злодеев. Внезапная беда сеет смерть, а он смеется над отчаянием невинных. Отдана земля во власть нечестивцев, а он закрывает глаза судьям. И если не он, то кто же? Очень логичный вывод. Люди страдают, в том числе безвинные страдальцы. И вы говорите на меня, посмотрите. Ну, я не буду говорить на меня, тем более, что я себя и страдальцем не считаю, а уж безвинным тем более. Ну, давайте подумаем. Всевозможные ужасные случаи, когда страдают дети, там, Беслан, Освенцем. Можно их без конца перечислять. Если Бог не остановил этого зла, значит, он хотел, чтобы оно состоялось. Если нечестивцы, вот, я не знаю, там, Третий Рейх и еще какие-то жуткие люди получают возможность мучить, убивать других людей, то это же от Бога, от кого же еще, говорит Иов. Очевидно, в его времена такие случаи тоже происходят. Если нет правосудия, если землей правят негодные люди, причем в разных странах, в разных временах это без конца происходит, то кто же, если не он это санкционировал, кто же позволил этому состояться? И вот это его ужасает. Мчатся дни мои быстрее гонца, бегут, но добра не видно, они скользят, как папирусные лодки, падают, как коршун на добычу. Удивительно поэтичная книга, да, вот этот образ легкой лодки, которая проплывает и коршуна, который вот камнем с неба летит. Это жизнь человека, вот, оглянуться не успел, молодость прошла. «Хотел бы я забыть о печали, чтобы лицо озарилось улыбкой, но страшусь я новых несчастья, знаю, ты меня не оставишь в покое, все равно я окажусь виновным». Так чему же зря стараться? Так может быть, говорит Иов, вот смотрите, что получается, в мире так много насилия, несправедливости, угнетения. Бог, очевидно, позволяет всему этому состояться. Вы хотите, чтобы я был праведником? Зачем? Нет никакой разницы, я все равно мучаюсь. Вот я был праведником, и мучаюсь, и страдаю, а вот нечестивцы процветают. Это все неважно, оказывается. Вот Иов перебирает разные варианты. Он не может примириться. Друзья хотят найти удобную, понятную, хорошую, правильную богословскую схему, с ней жить. Иов хочет жить с Богом, но он не может жить с Богом на неприятных, невозможных для него условиях. Если Бог закрывает глаза судьям, дает нечестивцам во власть землю, то зачем мне такой Бог? Я не хочу с ним таким жить, а другого-то нету. И вот это ужас, который Иова буквально пронзает. Все равно я в любом случае виновен перед тобой. Я не могу с тобой спорить, я не могу тебе ничего доказать. Если водой снеговой омоюсь, если щелочью очищу ладони, ну щелочь такая давнее очистительное средство, и можно пытаться, там, наверное, ладони не стоит щелочью чистить, но даже вот только какие-то металлические изделия, но вот даже ладони на свои очистят. Если водой снеговой омоюсь, если щелочью очищу ладони, ты погрузишь меня в стучную яму и даже одежду мною побрезгую. Вот Бог-то может все, что угодно с тобой сделать. Ты праведный, праведный, а он тебя хоп, и ты вот в стучную яму. Как с Иовым сейчас это происходит. Он не человек, чтобы мне с ним тягаться, чтобы вместе нам идти на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих. Кто отвел бы от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха, но я сам за себя. И все иначе. Есть вариант перевода, или я не таков, как обо мне думают, и другой вариант, не так поступает со мной Бог. В любом случае он говорит, нет посредника. Вот вопль Ветхого Завета. Есть Бог всесильный, всемогущий, есть человек слабый, грешный, ограниченный, смертный. А посредника нет. Если был посредник, который мог бы их примирить, который мог бы не только человеку возвестить волю Бога, пророки это часто делали, но и Богу объяснить, что человек в его нынешнем состоянии нуждается в снисхождении, что человек не тянет, и не надо от него ожидать, что он вытянет вот эти высокие идеалы совершенства. Более того, что человек зачастую не по заслугам получает страдания, и с этим надо что-то сделать. Нет такого посредника. В Ветхом Завете нет. В новом появится. В Ветхом Завете нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...